Еще пару интересных виджетов для ваших досок. Это виджет управления внешней нагрузкой. Выбираем его, выбираем устройство, которым хотим управлять, и появляется кнопка, с помощью которой мы можем включать или выключать внешнюю нагрузку через встроенное в устройство реле. Для того, чтобы управлять этим реле по условиям, то необходимо задать эти условия в настройках самого устройства. Для того, чтобы удалить виджет, кстати, достаточно выбрать из меню команду «Удалить». В виджетах общего назначения есть виджеты локального, либо мирового времени. Настраиваются они очень просто. Давайте посмотрим погодный виджет. Открываем его, вводим название города. Но для того, чтобы правильно отображалась погода, необходимо найти ID нашего города. Сделать это можно по ссылке в настройках самого виджета. Открываем ссылку. И вводим название нашего города. Копируем ID и проверяем на карте, что это именно та орига, которая нам нужна. Да, вроде все в порядке. Возвращаемся на нашу доску. И вставляем ID нашего города. Также можно показать восход или закат солнца. Все готово. И последний виджет из виджетов общего назначения – это текстовый блок. Мы можем написать любой текст, который хотим, чтобы был отображен на нашей доске. Но что примечательно, если вы знакомы с HTML-разметкой, то вы можете ее использовать для того, чтобы украсить ваш текст, вставить ссылки, либо даже картинки из внешних ресурсов. И, как всегда, не забываем сохраняться. Несколько слов об общих элементах управления интерфейсом. В верхней части вы видите название вашей текущей доски и список всех доступных досок. Досок может быть очень много. Это могут быть доски под разные задачи или под разные мониторы, например. Это доска для большого монитора. И тут же есть доска для мобильных телефонов, которые очень удобно листать на вашем мобильнике. Для того, чтобы изменить расположение, достаточно просто взять и перетянуть доску на новое место. Рядом с названием – иконка «Инструменты». Тут необходимые инструменты, такие как настройка, режим монитора, создание или удаление ссылок общего доступа, сохранение настроек, добавление, либо удаление досок. С правой стороны вы видите меню «Доска». Устройства – это список ваших устройств, подключенных в учетную запись. Виртуальное значение – это возможность создавать виртуальное значение, например, просуммировать данные с нескольких энергомониторов, которые установлены на разных объектах. В разделе «Данные» можно просмотреть, а даже изменить данные ваших устройств. Но обращаю внимание, что изменить на облачном сервере можно только часовые данные. Также эти данные можно экспортировать в Excel. В измерителе и в графиках вы видите виджеты, которые можно добавить на ваши доски. В новостях – последние новости. А в поддержке – полезные ссылки и доступ к форуму и базе знаний. Обязательно посетите наш форум и базу знаний. Познакомьтесь со всеми статьями, которые здесь есть. А также посмотрите полезные ссылки под этим видео. Удачных измерений! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!